слава господу братья и сестры я желаю ходя к концу нашего общения вместе с вами сделать проверку нашей собственной жизни то что мы уже сегодня слышали чтобы быть этим оригиналом чтобы быть действительно детьми божьими вы теперь дети божьи вот и сами себя исследуете слово божие говорить верили вы и когда встречается с тобой господь и когда он тебя просит что-то сделать если он тебе в собрании уже что-то говорит как ты реагируешь знаете бог желает чтобы мы как его дети как его народ были послушны ему если он же тебе что-то сказал исполняет знаете как часто христиане даже которые как бы называть себе духовные духовными ищут слово от господа они ищут как бы слово от господа той поры когда бог говорит ну делаю что ты хочешь но бог то против этого ты же знаешь бог против этого слово божье против этого я хочу это и иду и иду и тогда бог говорит но дело я разрешаю дело но есть те которые говорят что повелишь мне делать и делаю больше не переспрашивать но идут и исполняют верно если ты призван это твое служение это твое предназначение это твой талант это то что тебе бог дал дело не переспрашивая много раз а делая души как для господа я считаю два случая два примера священного писания которые как бы тоже которых была встреча с богом и с представителем божьим и вот решения разные пусть бог поможет нам делать эти правильные решения первое место это будет записано в книге чисел знакомое нам место и может кто-то с детей потом я сейчас прочитаю и кто-то мне поможет я здесь у меня есть картинка здесь две картинки какая из них подходит какому случаю тут художник нарисовал как он понимал но может желать не вот определиться вы поможете мне после этого я наверное уже не буду прочитывать всю историю но прочитаю что так прочитаю только один стих и тогда мы решим 32 стих 22 главы книги и сказал ему ангел господин за что ты бил ослицу твою уже вот уже три раза я вышел чтобы воспрепятствовать тебе потому что путь твой не прав предо мной это тема проповеди за что ты бил ослицу твою ослицу кто это такой был что был бил ослицу и вот бог его встречает за что твой путь не право за что ты ослицу бьешь это тебе надо каяться тебе надо меняться а ты с лицу бьешь за это и второй случай это записано деяние 9 глава читаю пятый и шестой стихи он сказал кто ты господи господи сказал я иисус которого ты гонишь трудно тебе идти против вражна он в трепете и ужасе сказал господи что повелишь мне делать и господь сказал ему встань и иди в город и сказано будет тебе что тебе надобно делать встань иди в город что повелишь мне делать что ты меня гонишь что ты идешь против вражна так не надо идти господи что повелишь мне делать то есть детей желает мне на два человека вы мне скажите какой и и назовите как этот человек кто-то желает кто желает юля желает а нет яша давай яша яша мой племянник и любые и катя вдвоем сказать идите сюда я прочитал два случая и вы мне скажете я вам покажу дополнительно две картинки и вы мне скажите сюда идите возле менялся встаньте одну тебе одну тебе то кто первый случай я прочитал который бил ослицу три раза тут такой был яшина знаешь не знаешь как я знаешь кто такой битвы не знаешь второй случай это свет на дороге просиял он упал и говорит господи что повелишь мне делать бог говорит ему встань иди в дома кто такой был кати не знаешь кто павел как он раньше назывался сау яшин ты согласен согласен окей ну что на вот этой картинке изображена художник нарисовал что падает мы не знаем но на осле ехал на коне этот художник нарисовал что савва ехал на коне наверно или он шел пешком что-то на осле везли на коне мы не знаем но это так художник нарисовал тебя ваш яша что на чем он ехал на осле и бил палкой три раза осла да и его встретил ангел кто это был кто поможет знаете кто это был кто это был пророк его звали вала ам окей хорошо садитесь благодарю значит вы запомните что был пророк да хорошо вы знали что это был савва который стал павлом а от пророк который о котором чисто записано его звали вала ам и вот каковы события происходят за что ты била с лицу друзья дорогие пророк этот очень сильно хотел получить подарки приходят люди от врагов которые посмотрели израильтяне вышли из египта вот здесь поселились все кушают там они говорят они все у нас оберут надо чтобы кто-то их проклял чтобы они с богом потеряли общение и вот они нашли пророка вала ама и там знаете если вы дома прочитайте всю главу 22 и сказали и приходят они к вала аму написано принесли подарки и тогда вала ам говорит я не могу без божьего указания делать говорит оставайтесь и бог во сне приходит и смотри как здесь говорится сказал бог вала аму не ходи с ними не проклинай народа сего ибо он благословен и встал вала ам поутру и сказал князям валаковы был царь валак который прислал к нему пойдите в землю вашу ибо не хочет господь позволить мне идти с вами понимаете как вот представьте вы ищете господи я думаю все мы христиане и мы хочем вот мы сейчас после собрания пойдем домой да пойдем может на работы наши мы говорим господь что ты хочешь чтобы я делал да ну что ты хочешь нам будет предложение зарплаты какие-то знаете посещения занятия и вот выбирай идти не идти делать не делать и вот ты смотришь а тут с подарками пришли сделай вот это и тебе будут большие подарки зарплату поднимем еще что то там будет тебе интересное и ты решаешь и вот так пришли к валам он говорит мне надо помолиться богу нет регистрации я должен попросить бога и перед пророком ставить нужды или сам молиться получать какие-то вразумления и вот бог говорит нельзя идти это не по моей воле и тогда он стоит и смотрите мне так вот как бы интересно его как бы ответ этим людям знаменитым он говорит не хочет господь позволить мне идти с вами как вы истолкуете эту фразу не хочет господь позволить мне знаете какие-то читаю вижу ах как хочется вот мне надо вот эти подарки вот бог почему-то не хочет ну чушь бог не хочет боже ну помоги как-то не хочет бог позволить мне идти с вами то есть на бога обижайтесь я-то ни при чем да я-то хороший я вас уважаю но сам-то внутри думаете подарки же неплохо да мне так мы не так давно здесь слышали о гиезе который тоже пророк говорит не надо подарков езжай ты уже исцеленный живи для бога а там стоит другой человек его слуга гиез думает подарки же неплохо да и он обманывает бежит берет подарки и получает проказу помните так вот в этом случае этот же пророк вала мне против подарков и смотрите они на этот раз он сказал нет все пошли тогда написано посылается более знаменитых больше подарков и они приходят и а он снова горит не могу поступить приступить повеление господне сделать что мало ибо или большое и смотрите как горит ну но вообще-то останьте здесь я еще попрошу господа и написано пришел в ту ночь господь и сказал ему если эти люди пришли тебе звать тебя встань иди с ними но только делать то что я буду говорить тебе смотри второй раз когда бог уже говорил ему начу снова эти люди тебя ночуют надо было тебе вчера им сказать идите домой а уже вам дал ответ и эти побольше подарки или побольше зарплата или какие-то еще там сделки мне это нет я же божий человек я же представляю бог но ты им сказал побудьте у меня еще одну ночь ангар чего не у тебя ночуют что-то ты заинтересован чем-то да но раз уже заинтересованный день но говорит о что я буду говорить и знаете он хватается не за первое божие указание ни в коем случае а за вторую часть как бы ну между прочим валаам если ты настолько уже этим прельщен я хочу чтобы ты даже если пойдешь в эту среду пойдешь на эту работу пойдешь в это место то хоть будь моим представителем понимаете есть места куда христианам нежелательно идти и нежелательно что-то делать но некоторые настолько заинтересованы все так делает найти туда еду там отдыхает там этот дед учу мне нельзя ну как семье тоже полезно и потом уже как бы мы молимся тоже приехали никто никто там не погиб обратно приехали знаете как бы вчера или позавчера ко мне человек заходил все мне было хорошо там на отдыхе но вот одного человека застрелили там как раз мы как бы были там как страшно последний день когда уезжали страшно знаете то есть все вроде бы но мы их слава богу бог нас сохранил и поэтому вот такие случаи бывают и тогда вот эти люди говорят ну все как бы хорошо и богат ну то идите ну хоть там будьте светом моим да пошел на эту работу пошел туда будь моим светом будь моим представителем и так вот в алава валаам говорит но смотрите как бог делает он едет на ослице и написано один раз она своротила с дороги он начинает бить бьет 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 второй раз две стены она уклонилась обошла ангела прижала его ногу он бьет бьет на третий раз уже не повернуть ни влево ни вправо она легла и он ее сильно бьет и тогда бог открывает уста ослицы и она ему говорит слушай говорит ослица увидел ангела легла и написано так и отвез господь и устася сказал что я тебе сделала что ты бьешь меня вот уже третий раз валаам сказал за то что ты поругалась надо мной если бы меня в руке был меч то я теперь же убил бы тебя а сейчас сказала не я ли твоя верная слица на которой ты ездил сначала до сего дня имела ли я привычку так поступать с тобой он сказал нет и открыл господь глаза и тогда уже бог сказал ему за что ты бил осыц уже три раза друзья дорогие в наших ситуациях в наших сильных влечениях и увлечениях бог иногда говорит нет это не твое это не для тебя и бог тебе ясно показал и когда ты в духовном состоянии ты это понял и ты это принял и как бы уже решил но потом что-то поменялось и тебе снова этого хочется или тебе снова хочется идти и тебе снова хочется делать бог говорит путь твой не прав предо мною я против того и знаете после этих всех остановок кто помнит что сделал вала бога я же против того чтобы ты шел ну разве так же идти мало вам все равно пошел друзья и позже когда были битвы он погиб с этими враженными людьми он умер там он мечтал о другом но закончилась его жизнь тоже на днях я встречаю человека он сильно спортом увлечен футбол 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 христианин его мать как-то раньше мне говорила он там учится он уже проповедует я он когда то я его иногда когда встречал ты будучи проповедника ты какой-то миссионер большой а он футбол футбол вот не так давно он повредил себе сильно колено на футболе делали операции вот он на дня зашел ко мне уже без палочки ходят уже нога говорю ну как у тебя дела как там у тебя решение он говорит уже думаю через три месяца буду играть футбол такой как-то говорит вообще-то якору знаю что говорю я не знаю нас конечно разные супер я был тоже в восьмом классе и ей неплохо получалось заниматься спортом некоторыми делами мы на соревнования если в советской школе и вот на одном бегу 100 метров я бежал посреди где-то дорожки я не знаю что там подвернулась нога и порвал мышцы себя сухожилия или что-то не знаю что-то в ноге произошло я там упал на этой дорожке и меня в больницу отвели я месяц в больнице лежал лечили ну история такова что после этого события спортивного я говорю мне бог я с ногами там лежал в больнице и говорил толик это не твое это не твое призвание зачем тебе посвящать жизнь спорту ты можешь жить для меня ты можешь исполнять мою волю ты можешь вникать мое слово и об этом возвещать другим игру мне бог когда я был больницы сказал это не твое игру для меня было достаточно это самое я говорю понял что пришел к ты больше спортом не стал заниматься до после этого никаких соревнований для меня не было и я сказал для этого нет он говорит а он говорит а для меня как бы когда я лежал в больнице я тоже господи не для меня но я думаю я был под воздействием таблеток мне давали же обезболивающее кота сейчас уже таблетки отошли я вот начинаю рассуждать здраво и снова хочу спортом заниматься друзья дорогие я не знаю как вы оцените как вы истолкуете но мне почему-то стало печально от этого христианина я не знаю как это рассудить но друзья дорогие я просто послушал его рассуждение говорю я не знаю после этого ему рассказал свою историю он не свою я свою решение за тобой я говорю есть случае когда бог нам одну ногу повреждает если мы поняли то уже после этого по-другому идет я говорю я не знаю чтобы с тобой я не хочу чтобы еще второе колено твое было или другая нога была вывернута чтобы после этого я говорю я что-то оцениваю я думаю это не просто было воздействие таблеток что ты решил что уже все не заниматься этим друзья дорогие пусть бог поможет может у каких-то единиц есть призвание но то насколько человек увлекается насколько он этим живет и потом уже дело божие другое теряет значение знаете мы тогда попадаем в историю как вот этого валаама когда мы бьем ослицу других осуждаем чего придираете что вы мне напоминаете что вы там недовольствуете это это мое это мои любимые занятия друзья дорогие бог может что-то нам говорит и пусть поможет нам господь сделать правильное решение за что мы бьем других за что мы расстраиваемся на других что нас как бы осуждать почему ты не занимаешься тем что бог хочет от тебя пусть поможет нам господь как во втором случае с фарисеев фарисеев думал что он ревнует по богу но когда встретился с реальным богом мы уже слышали об этом да когда я увидел и понял что это иисус он ведь я от всего отказался все почитаю за ссор это был савл которого мы знаем как павел который пошел за господом который страдал помните сколько ему говорили меня говорит не он била слизу он меня били палками я страдал я был в опасности я это это и это пережил но я был с богом и знаете что он сказал конце своей жизни я течение совершил и веру сохранил а теперь готовится венец и не только ко мне будут другие христиане друзья в двадцать первом веке будут те которые пойдут за господом которые не откажутся от божьего призвания не скажет а это же мне так нравится и после первого раза после истинного знаете да кому-то может надо божья особая остановка знаете часто если не для всех кто для многих надо эта остановка как в жизни павла но не начинает понимать господь я твой произошла остановка не возвращайся назад не переспрашивай бога а я еще понуждаюся бог уже тебе сказал исполняй пожалуйста делай искренне если призвал тебя бог проповедовать проповедовать если призвал тебя бог петь пой призвал стихи говорить говори стихи призвал тебе служить милостыню служи милостыню призвал пророчеству служить пророчеству может просто уборку дело делаю уборку может кого-то посещать посещай вот еще, ободрить брата или сестру. Делай это. Да, важно что-то там делать земное, которое пройдет. Потому что мы как бы живем здесь и важно исполнять нашу физическую работу и другие занятия тоже верно, как для Господа мы должны делать. Но есть какое-то истинное Божье призвание. Пусть ничто нас не отвлечет от этого истинного призвания. Друзья, пусть поможет нам Господь жить для Него. И пусть никакие дополнительные как бы случаи, они не отвлекут нас. Видите, этот ехал на ослеп. Я в стихе читал вам о пророке, да? Он ехал на ослеп. Он частично исполнил волю Божью. Но потом был лев. Почему был лев? Почему он не дошел до конца, как Павел сказал, что я течение совершил, он не смог совершить? Потому что что-то отвлекло его. Кого-то покушать, кого-то попить, кого-то заняться чем-то, кого-то золото, кого-то одежда, кого-то машина, кого-то дом, кого-то поездка, кого-то еще что-то. Друзья, я не знаю, что влечет вас, но каждый из нас знает что-то. И Бог говорит, что говорю вам всем, бодрствуйте. Бодрствуйте. Пусть Бог поможет нам, как мы слышали сегодня, быть победителями. И знаете, если мы встретили какую-то остановку, не надо бить ослицу. Не надо осуждать брата, не надо осуждать сестру. Что ты возмущаешься? Это из-за тебя получилось. Это из-за ослица из-за тебя получилось. Если бы Бог сам пришел и встретился с тобой, ты был бы мертв. Знаете, когда Анания и Софира приходят и говорят, мертвые. Когда иногда христиане говорят, не правду, не мертвые. Боже, приди. Что нет духовных действий? Если начнутся какие-то особые божьи духовные действия, кто-то не сможет жить даже физически, друзья. Пусть поможет нам Господь понять, глубоко понять, глубоко смириться, глубоко приблиться к Богу, принять Его указания. Мы идем. Наша дорога продолжается. Куда пойдет Валаам? Куда пойдет пророк? Куда пойдет апостол Павел? Куда пойдет Анатолий Александр? Или ты, сестра дорогая? Куда пойдешь ты? Скажи, я пойду за тобой. Куда бы ты ни повел. Да поможет нам Господь. Мы сами не сможем, но Он тот, который поможет. Слава нашему Богу. Помолимся, попросим у Него силы исполнять Его волю. Я пойду за тобой. Он говорит, я тебе помогу. Я буду с тобой. Никто не похититель из руки моей. Слава нашему Господу. Будем идти за Ним. Будем просить силы Него. Аминь.